Здравствуйте, мои дорогие! Я очень рада встретиться с вами на моем канале. Сегодня я приглашаю вас вместе со мной отвлечься от повседневных дел и погрузиться в прекрасный, удивительный, тонкий мир парфюмерии. В этом видео я покажу вам несколько парфюмов, которые я выбрала для себя на это лето, ведь с ними оно точно должно стать более радостным и окраситься в яркие краски. Все ссылки на все, что я сегодня буду показывать, как всегда, оставлю в описании. Давайте приступать. Всем приятного просмотра! Всю парфюмерию из этого видео я заказала в интернет-магазине парфюмерии и косметики Рандеву и оставлю вам скидочные промокоды на 10% в этот магазин, которыми я и сама воспользовалась при своих заказах. И вам, конечно же, советую это сделать. Вы существенно сэкономите таким образом. И первое, с чего мы начнем это видео, это прекрасная туалетная вода от Эскады, которая называется Touch Sunset. На рандеву представлены не только парфюмы в коробочках, в упаковках, но и тестеры, что покупать выходит гораздо выгоднее и дешевле. Иногда вы сможете таким образом сэкономить 500 рублей, а иногда и целую тысячу, поэтому обращайте внимание, если вы заказываете парфюм для себя и коробочка вам не нужна. Но если, конечно, будете заказывать на подарок, то уже смотрите, чтобы при выборе парфюма возле указания миллилитров не стояло слово «уценка». Уценка как раз и означает, что это тестер. Иногда тестеры бывают с крышечками, иногда без крышечки. Давайте посмотрим, какой мне достался. Мне достался с крышечкой, это очень здорово. Вот такая коробочка заводская приходит, абсолютно белая, классическая, но тем не менее со всеми надписями. Я являюсь большим поклонником парфюмерии от Эскада, и у меня было немало парфюмов от этого бренда. Но самый мой любимый, это безусловно этот. Он у меня был в объеме 100 миллилитров, и в прошлое лето, ну не за все, конечно, лето, где-то за полгода я его полностью израсходовала. Это был мой любимый парфюм, я пользовалась им постоянно. Несмотря на то, что здесь заявлено, что это туалетная вода, я вас уверяю, держится он действительно как парфюмерная вода. Стоит вам нанести несколько пшиков на себя, и вы будете полдня благоухать, и даже вечером придете и будете чувствовать от своей одежды этот аромат. Аромат этот удивительный, он очень солнечный, он очень радостный, мне даже не нужно его вдыхать, чтобы описать его. Он невероятно поднимает настроение. Здесь из нот яркие сочные фрукты, никакой горчинки, никакой перчинки, никакой томности, никакой вечерности. Это действительно летний сочный фруктовый аромат, он безупречен, в нем нет ни одной неприятной нотки, ни одной отталкивающей. Мне кажется, этот парфюм понравится абсолютно любой девушке, учитывая его цену, к тому же его сможет еще и позволить себе абсолютно любая. Флакон здесь также очень красивого цвета, здесь омбре такое из оранжевого в желтый переходит, и этот цвет действительно передает настроение этого парфюма. Давайте поговорим о нотах, у меня это, кстати, 50 мл флакон, есть и 30-100 на рандеву. Верхние ноты этого парфюма это манго и красный апельсин, очень сочные, очень радостные ноты. Как мы знаем, все цитрусы невероятно поднимают настроение и даже избавляют нас от какого-то депрессивного и грустного состояния. Это так и есть, они как антидепрессанты действуют. Этот парфюм точно поднимет вам настроение и прогонит от вас любую тоску. Средние ноты этого парфюма это кувшинка, лотос, малина и яблоко. Все ноты, согласитесь, великолепные. И базовые ноты здесь мускус и кокос. Я думала, что я уже напользовалась этим парфюмом в прошлый раз, когда я зарасходовала все 100 мл, но нет. Недавно я зашла в какой-то магазин и снова на свое запястье распылила этот парфюм, потому что из всего, что было представлено на прилавке, меня заинтересовал только он. Я вспомнила этот аромат, я ходила, вдыхала его весь тень от своего запястья, я просто в облаке купалась этого парфюма. И я подумала, что да, мне нужно снова его заказать. Не в таком большом объеме, но тем не менее. Удивительный, яркий, радостный, сочный, вкусный фруктовый аромат. Такое ощущение, что вы какой-то очень вкусный коктейль вдыхаете. Из манго, апельсина, малины. Удивительно, но я совершенно не чувствую здесь кокоса. И эта нота для меня явилась каким-то сюрпризом. Я уверена, что этот парфюм будет самым идеальным вариантом на лето. Вы будете яркой, сочной, и окружающие точно будут обращать на вас внимание. Следующий парфюм, который я выбрала, я так давно за ним гонялась. Он мало в каких магазинах еще остался, но я увидела, что он снова появился на рандеву. Когда-то, когда я на него смотрела, он был уже распродан. Не успела я его заказать, к сожалению. Но вот сейчас увидела, что он снова появился. Причем он появился по замечательной цене. Я была удивлена. На целых 2000 рублей он стал дешевле. Поэтому я не раздумываю, его заказала в объеме 100 мл. Как видите, он в следу запакован. Причем мне достаточно сложно на нее открыть. Очень на совесть запечатано. Парфюм этот от Estee Lauder. И называется Pleasures Intense. Как-то я послушала его у лучшей подруги моей мамы, о которой я как-то вам даже рассказывала в одном видео, которое носит си черные. И вот помимо этих си черных, она мне как-то дала вдохнуть этот парфюм. Она говорила, что она очень долго о нем мечтала, тоже услышав его на своей подруге. И та ее подруга знала об этом и сделала ей такой подарок на какой-то праздник, на день рождения, по-моему. И вот она говорила, как она была безмерно благодарна и рада такого подарка. И да, я тоже влюбилась в этот парфюм просто с первого раза. Очень красивая коробочка розового цвета. И это мой первый парфюм от Estee Lauder. Я надеюсь, что он мне понравится и на себе тоже. Вот такой красивый флакон. Не особо замысловатый, да, но такой классический, прозрачный. И здесь мне очень нравится, что прописью все надписи изображены. И тоже идет вот такое омбре из белого в розовый и немного в сиреневый. Крышечка здесь серебряного цвета, сиреневая внутри. И давайте уже поговорим о нотах. Здесь ноты тоже очень красивые, поэтому неудивительно, что он мне понравился. Первые пшики холостые, как в первом, так и во втором парфюме. Верхние ноты. Черная смородина и пион. Я обожаю черную смородину в парфюмерии. Это великолепная нота. Как-то однажды я вдыхала парфюм, который называется Аметист. Он вообще пахнет исключительно черной смородиной. К пиону я не сказала бы, что с каким-то диким восторгом отношусь, но положительно отношусь к этой ноте. Дальше средняя нота здесь одна, это жасмин. И базовые ноты это ваниль, стеракс, клен и бензоин. Этот парфюм я бы назвала холодным. Несмотря на то, что ваниль здесь присутствует, может быть из-за того, что ваниль является базовой нотой, она должна проявиться в конце. Но пока нет, этот парфюм очень холодный, но очень красивый. Нет, здесь ничего лишнего, ничего горького. Он такой поистине женственный, то есть не девичий, а именно женственный. Такой очень элегантный. Если говорить о настроении, которое создают эти парфюмы, это очень важно, то первый парфюм, безусловно, создаст для вас яркое и очень радостное счастливое настроение. Этот парфюм, скорее наоборот, придаст вам какой-то холодной твердости и уверенности при этом. Элегантности вас должны как-то серьезно воспринимать. По крайней мере, я это вот так ощущаю. Следующий великолепнейший парфюм на лето, который так же, как и первый парфюм, создаст вам яркое, сочное и радостное настроение, это, конечно же, Ланком Меркл, о котором я вам уже неоднократно говорила. Этот парфюм явился одним из самых первых в моей коллекции. Это то, что я сто процентов знала, что я хочу определенно иметь. И я вам показывала версию 30 мл. Я уже ее активный расход, и уже одной трети нет. И говорила вам, что я очень хочу заполучить этот парфюм в объеме 100 мл. Я хочу, чтобы он у меня был, жил, чтобы он у меня оставался всегда, даже если его снимут с производства, что, к сожалению, делают с прекрасными парфюмами. Поэтому я заказала себе вот такую версию и безгранично счастлива. У этого парфюма есть разные версии. То есть есть классический Меркл, есть еще другие, которые тоже нужно срочно послушать. Но как-то один из них я слушала в магазине, и я помню, что все-таки классический мне понравился больше. Этот парфюм я уже тестировала много-много раз на себе в любое время года, в любое настроение, долгими периодами, то есть пользуюсь каждый день без перерыва. И я точно знаю, что этот парфюм на миллион процентов мне подходит. Я от него никогда не устаю. Это то, что потрясающе поднимает мне настроение, придает мне яркости, какой-то игривости, какой-то жизнерадостности. Я настолько комфортно чувствую себя в этом парфюме. Это как будто бы проявление моего я. И я становлюсь даже лучше, радостнее и добрее вместе с ним. То есть мы вот так вот как-то друг друга с ним отлично дополняем. Давайте о нотах. Верхние ноты — это личи и фрези. Личи, если когда-нибудь вдыхали, это потрясающе. Это на запах даже вкуснее, чем на вкус. Дальше средние ноты — это мандарин, магнолия и имбирь. Мандарин — это то, что является антидепрессантом и поднимает настроение, за счет чего вот как раз этот парфюм и создает такой эффект на вашем настроении. И базовые ноты — это мускус, жасмин и амбра. То есть здесь мускус и амбра дают такой немного томности этому парфюму, но совсем немного. То есть он все-таки более летний, девичий, радостный, чем какой-то томный и вечерний. Эту парфюмерию можно вдыхать просто бесконечно. Обязательно как-то при возможности мы с вами рассмотрим и другие версии. Все-таки я думаю, что стоит это сделать. А вообще, если говорить о парфюмерном доме Lancome, то они создают великолепные ароматы. Мне кажется, что этот бренд один из самых моих любимых. Потому что что не парфюм от этого бренда в моей коллекции, то просто самый наилюбимый шей. Лавиай Пейли один, чего стоит. Это просто какая-то сказка. Кстати, тональная основа сейчас моя самая любимая от этого бренда, самая великолепная. И также праймер для лица. Тоже самый-самый лучший праймер в моей жизни. Действительно скрывает, выравнивает поры и контролирует выделение кожного сала. И кожа очень красивая, очень ровная и гладкая. И любое тональное средство сверху накладывается потрясающе. В общем, все, что я пробую от Lancome, это всегда самое лучшее, самое любимое. Поэтому я думаю, что и другие парфюмы мы с вами тоже рассмотрим от этого бренда. Ну и давайте перейдем уже к четвертому парфюму, который я выбрала. Я вам рассказывала, что да, у меня есть такой незакрытый гештальт в каком-то недавнем видео о парфюмерии. И я очень мечтаю об этом парфюме в объеме 100 мл. Я закрыла нынче этот гештальт. Также говорила, что мечтаю об этом парфюме в объеме 100 мл. Потому что это мой также один из любимейших парфюмов. И какое-то просто недоразумение, что я владею им в объеме всего 30 мл. В общем, я этим летом планирую, поставила себе цель израсходовать любые эти парфюмы, которые у меня в 30 мл версии. И оставить себе уже вот эти два флакона, чтобы они просто жили в моей коллекции. И пользоваться ими потихоньку, постепенно. Итак, это у меня версия Intense. В 30 мл у меня была обычная версия. Но здесь все как-то без изменений. Просто они поярче слышатся и подольше держатся, подольше носятся. Парфюм этот потрясающий. Здесь, если говорить о нотах, то верхняя нота — это черная смородина. Об этой ноте я вам только что сказала, что я обожаю эту ноту. Она всегда прекрасна. И всегда делает прекрасным любую парфюмерию. Кстати, вот этот парфюм я заказала также в версии тестера. И очень-очень существенно смогла сэкономить. Эта версия также пришла вот в такой же белой коробочке. И если вдыхать этот парфюм, то он отличается от всех предыдущих. Потому что, несмотря на то, что он также идеально подходит на лето из-за своей легкости, но здесь вы не видите никакой радости, какой-то сочности, какой-то фруктовости. Здесь вы чувствуете очень спокойную и очень нежную пудровость. Поэтому этот аромат не будет вас веселить, не будет вас будоражить. Он вас очень успокоит и очень умиротворит. Версия интенс, мне кажется, еще более усовершенствована. Это просто... Я не знаю, как они смогли это сделать. Армани, кстати, тоже всегда потрясающие парфюмы выпускают, согласитесь. Я честно не понимаю. Если прошлые парфюмы для меня максимально понятны, да, то есть здесь сочетание прекрасных фруктов, то вот этот парфюм я не могу разложить на ноты. Если бы вот я не видела нот, да, в написанном виде, то я бы совершенно никогда бы не смогла рассказать, чем вообще пахнет этот парфюм. Это какая-то просто загадка, это какое-то волшебство. Я не понимаю, как можно было создать такую композицию. Это аромат легкости, спокойствия, пудровости. Это аромат, который нужно носить с каким-то нежнейшим, мне кажется, розовым или каким-то таким пастельным платьем. То есть если эти два парфюма у меня сочетаются с какими-то яркими, сочными платьями, да, какими-то радостными цветами, то здесь какая-то очень спокойная нежность, нежность и умиротворенность. Вам будет очень хорошо в этом парфюме, окружающим с вами также будет очень хорошо и спокойно в этом облаке аромата. Дальше средняя нота здесь жасмин, она здесь чувствуется, когда вы знаете, что это жасмин, да, вы понимаете точно, жасмин. И базовые ноты здесь ваниль, мускус, почули и кедр. Это как раз те ноты, которые в конечном итоге придают этому парфюму томности. Может быть, даже немного вечерности, но разве что чуть-чуть. Нет, мне кажется, все равно этот аромат именно дневной. Удивительное, конечно, сочетание, наилюбимейший мой парфюм, поэтому я не смогла отказаться от него вот в такой версии 100 мл, потому что, как я вам сказала ранее, самые прекрасные парфюмы очень любят снимать с производства. И вот как-то вот боясь такого исхода событий, я решила запастись всем самым лучшим. Ну вот, наверное, и все на сегодня. Это было 4 парфюма, которые я хотела вам показать. Надеюсь, я интересно и объемно их расписала. Если вы обладаете похожим вкусом, как и у меня, и вам нравятся все эти ноты, то я очень вам их советую послушать. Следующее видео, которое я буду также обозревать парфюмерию, эти видео, конечно же, будут продолжаться, потому что мне в данный момент, в данный период моей жизни именно эти обзоры приносят наивысочайшее удовольствие. Я на рандеву для себя открыла очень-очень много парфюмов с розой. Как вы знаете, если меня смотрите, это моя самая любимая нота в парфюмерии. Роза может звучать абсолютно по-разному. Она может быть мягкой, теплой. Она может быть холодной. Она может быть острой с шипами. Но все ее проявления мне безумно нравятся. И я по этой ноте отсортировала и добавила в свою корзину неимоверное количество парфюмерии. Даже, наверное, вам скажу сейчас сколько. 65 товаров. Поэтому я планирую в ближайшее время их потихонечку заказывать. И мы с вами будем их рассматривать. Я знаю, что среди моих зрителей очень много почитателей этой ноты. И она действительно заслуживает нашего внимания, потому что она просто прекрасна и идеальна. Поэтому в следующих обзорах ждите много парфюмерии с розой во главенстве. И, конечно же, мы с вами в ближайшее время рассмотрим аромабокс топ ароматов Tom Ford, который вы меня просили разобрать. Поэтому я вот в ближайшие дни обязательно сделаю заказ, и мы с вами его посмотрим. Там столько классных и заслуживающих нашего внимания парфюмов, которые, если покупать по отдельности, да, даже вот в таких же объемах полтора миллилитра, такой набор выйдет очень-очень дорого. А если посмотреть, сколько стоит такой набор на рандеву, поражаешься. Просто в три раза можно сэкономить, но при этом иметь всю эту парфюмерию у себя в коллекции, учитывая то, что каждый вот такой вот флакончик, я использую достаточно долго. То есть раз десять я точно каждый применяю. Поэтому надеюсь, я вас заинтриговала. Вы придете посмотреть мои следующие видео на эту тему. Я с вами, к сожалению, вынуждена попрощаться. Не забывайте, что все ссылки вы найдете в описании, разворачивайте его. И самое главное, применяйте промокоды, чтобы очень-очень хорошо сэкономить. Желаю вам быть самыми красивыми, веселыми, счастливыми, купаться в облаке самых прекрасных ароматов. И встретимся с вами в моем следующем видео. Всем до скорых встреч!